1xbet – надёжный букмекер. Устанавливайте приложение 1xbet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xbet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надёжном букмекере 1xbet прямо сейчас. В первые 10-15 минуты мы начали очень хорошо. В Андерсене было 1xbet 1xbet, и мы полностью... как бы сказать... Мы все были в руках, 15 минут. Но после этого они получили какие-то chances, и мы были немного нефокусены. Они получили уверенность, и мы оставили слишком много места, и они начали играть. И после этого было тяжело, особенно после первого гола, мы были немного нефокусены. Мы потеряли слишком много голова, и все начали от этого. Поэтому мы потеряли немного confidence. Мы начали играть в три года, и много раз в 50-50 мы потеряли в дуэл. Но это важно, что после второго голова мы показали, что мы были команда. Мы поговорили с другими, и мы знали, что мы должны победить эту игру. И я думаю, что мы уже показали, что мы более чем их. Поэтому мы хотели победить эту игру. И это счастье для нас сегодня. Даже если мы создали так много шансов, то мы должны получать больше голова. Но они создали также самые шансы, и я думаю, что мы получили это. Я считаю, что мы хорошо начали этот матч. Первый тайм, 15 в первые минуты были достаточно неплохие. Создали несколько опасных моментов у ворот соперника. В частности, Вандерсон один на один выходил. К сожалению, не забили. То есть все было в наших руках. Потом я не знаю, что произошло, но команда как-то потеряла концентрацию, стали совершать ошибки. А команда соперника, наоборот, заиграла. Это придало им какую-то уверенность. Они начали действовать агрессивнее, наглее. Забили первый мяч. После этого нам было очень тяжело обратно вернуться в игру. Потому что команда была как-то наша обескуражена этим первым забытым мячом. Но, тем не менее, в дальнейшем мы взяли ситуацию под контроль. Первый тайм уже доиграли на равных. Во втором тайме начали играть лучше. То есть мы убрали те ошибки, которые совершали в первом тайме, когда мы в слишком простых ситуациях теряли мяч. И во всех элементах проигрывали сопернику в единоборствах, в прессинге и прочих вещах. Сейчас мы уже во втором тайме это улучшили. Начали говорить друг другу на поле, общаться качественнее, помогать друг другу. И в итоге мы создали достаточно много моментов и выиграли с таким счетом. Хотя на самом деле могли забить гораздо больше. Но нужно отдать должное сопернику. У них тоже были моменты голевые. Поэтому, в принципе, счет, я считаю, отражает реальное состояние дел. Ну и нам очень важно было победить в этом матче. Потому что нужно было продемонстрировать свой класс, что мы сильнее, чем стандарт. Потому что в Бельгии мы, я считаю, играли гораздо лучше, чем они. И сейчас нужно было показать то, что мы лучше и сильнее с помощью победы. Это было тяжело для вас понять, что за спиной голкипер, который не провел еще ни одного матча в Лиге Европы. Как его подбадывали и насколько позволяли ему на себя кричать, как на центральных защитников. Все-таки вы-то уже более опытные, а он-то молодой. Это было сложно для вас понять, что за ним был молодой голкипер. Он не был опытом играть на уровне, особенно в европейских матчах. Как вы его позволили? Как вы его позволили? Как вы его позволили? Я имею в виду, что он играет, он должен играть на тебя. Но вы более опытный, чем его. Как это было возможно? Да, конечно, мы делали это. Мы пытались поражить его, чтобы остаться за ним. Но я думаю, что он сделал хорошую работу. Он сохранил несколько баллов. И для него, когда он начинает играть, он играл больше, чем все остальные. Но он сделал хорошую работу. Мы были команды. Особенно в второй половине. В первой половине, да, у нас были моменты. Мы были немного недовольны. И я могу сказать, что с поддержкой, что все были недовольны, потому что мы получили голки. Но после того, мы показали, что мы были команда. И, конечно, это важно для него, чтобы мы получили этот матч. И я надеюсь, что ему придерживаться. И я надеюсь, что он будет продолжать в победе. Я рада с ним, но это важно для него. Но я надеюсь, что мы победим. И я надеюсь, что мы победим. И я надеюсь, что мы продолжим победу. Мы старались его поддерживать всячески, ну, как бы помогать ему там на поле, и он, в принципе, сделал, хорошую игру провел вот так в целом, сделал несколько сейвов очень важных для команды. Ну, может быть, в первом тайме он так много просел, наверное, был поддавлен чуть-чуть, расстроился из-за пропущенного мяча, плюс еще давление болельщиков, болельщики не были довольны, что пропустили в первом тайме. Ну, в общем и целом, я считаю, что это очень важный опыт он сейчас получает, и я очень рад за него, что в итоге, благодаря его вкладу в нашу победу, мы одержали эту победу, и он внес очень важный вклад в общие действия нашей команды. Считаешь ли ты, что сегодняшний матч был определяющим в группе? Ты думаешь, что этот матч был более серьезным? Я думаю, что это было очень важным. Может быть, не 100% серьезным, но 90%. Потому что если мы не победили этот матч, это будет очень тяжело. Тогда это не зависит от нас, если мы прошли или нет. Поэтому это было очень важно победить этот матч. Да, я считаю, что эта игра была очень важна, не на 100% определяющей, но так как процентов на 90% она была определяющей, в каком плане это было. Если бы мы сегодня не выиграли, потом уже получалось так, что нужно было выиграть оставшиеся матчи, потом смотреть, как сыграют соперники. То есть не все от нас бы зависело в итоговом раскладе. Сейчас все зависит от нас, и вот мы две игры со стандартом сыграли. Они были очень сложные обе, но сейчас нам будет легче, потому что турецкая команда Ахисарспор все-таки с ней будет полегче играть, я считаю. И плюс все в наших руках, все зависит только от нас. В этом матче много было свист-ход судей в сторону Краснодара, много был разговоров, желтые карточки. Что думаете? Да. Реферейн был... Да. Так много звездов против Краснодара. Что ты думаешь? Да. Я думаю, что он должен дать нам, на least, 1 терапия там. Ага. Да. Это немного frustрительно, потому что уже против Ростов, где мы играем, есть самые разные ситуации. Мы имеем в виду, что мы должны получить что-то, но мы не получим ничего. Но, окей, в футболе, это самое важное, что мы, даже если мы через это, мы пытаемся, и мы пытаемся с этим заниматься. И, конечно, с этим занимаемся. И, конечно, это очень frustрительно, когда иногда это случается. И, когда ты пытаешься победить, когда ты потеряешь. Но это самое важное, что мы победим в этом матче. И, конечно, все, что мы потеряем сегодня. И, конечно, не очень мне понравилось судейство сегодня, потому что, я считаю, там один был стопроцентный генальти, который в нашу пользу нужно было назначить. И, вообще, это очень обидно. Ну, как? Вот играем, и не первый раз такое происходит. Вот возьмите последнюю игру с Ростовом тоже. Аналогичные ситуации. У нас там голевой момент стопроцентный или еще какая-нибудь ситуация свистят в нашу пользу. Но, я считаю, ну, такое бывает в футболе. Да, судейство, вопрос судейства очень сложный. Но нужно быть сильнее этого, нужно собраться и преодолеть это. Мы это сделали сегодня. Это очень важно, особенно, когда команда проигрывает. Нужно мобилизовать все силы, чтобы добиться победы. И то, что мы добились победы, это и есть самая главная вещь. Сегодня все, что имеет значение. Спасибо большое за развернутые ответы. Спасибо большое за развернутые ответы. Спасибо.